Метиленовый синий – вещество, которое впервые было синтезировано еще в 19 веке. Оно обладает окислительно-восстановительными свойствами и способно играть роль донора ионов водорода в организме. Благодаря этому метиленовый синий может применяться как антидот при некоторых отравлениях, к примеру, цианином или угарным газом. Помимо широкого применения в медицине, с помощью метиленового синего можно выявлять наличие других веществ в соединениях. Сейчас ученые Казанского федерального университета активно изучают это вещество и возможность его практического применения в области анализа, создания химических сенсоров. Так как содержание вредных веществ в той же самой воде, к примеру, у нас может быть довольно низкой концентрации, соответственно, нужны материалы, которые будут селективно и эффективно взаимодействовать с этими веществами. Ну и, соответственно, они будут давать отклик на сенсоре. Проект длится уже достаточно продолжительное время. На протяжении трех лет его поддерживал Российский научный фонд. Накануне грант был продлен еще на два года. Для дальнейших исследований ученые синтезировали около 30 аналогов метиленового синего. Пока что их биохимические свойства не изучены, однако все еще впереди. Когда у нас несколько молекул соединяются друг с другом, получается такой вот, такая длинная цепочка. Эта цепочка, соответственно, у нас наносится на электрохимический сенсор. То есть это небольшой прибор, порядка там, ну, несколько миллиметров на несколько миллиметров. И, соответственно, дальше мы изучаем, как же у нас этот сенсор себя ведет в тех или иных условиях присутствия тех или иных аналитов. В дальнейшем ученые планируют разработать сенсор, который будет недорогим в производстве и эффективным в действии. Промежуточные результаты члены команды периодически публикуют в научных изданиях. Маргарита Михайлова, Фарид Захитаглы, Универньюз.